Здравствуйте! Сегодня я решил сделать небольшой обзор вот этого ножа, который был анонсирован на моем канале уже скоро год как. Дело в том, что тогда, когда нож поступил, я не успел его отснять, потому что он был передан мной в подарок. И вот теперь просто он ко мне ненадолго вернулся для обзора. Я смог им попользоваться в качестве EDC, поносить его на кармане. И, соответственно, хотел бы поделиться с вами своими впечатлениями от этого ножа. Значит, чтобы было понятно, мы сегодня смотрим с вами нож от компании SirkyT. Называется он Hammond Cruiser. Ну, значит, дизайн этого ножа разработан Джимом Хаммондом. И нож позиционируется компанией как тактически складной нож. Утверждается, что, ну, в некоторых источниках в интернете, я, естественно, сам утверждать этого не могу, что этот нож довольно широко доступен в различного рода торговых учреждениях, которые находятся на территории американских военных баз и широко используются американскими солдатами. Правда, обычно не в этом исполнении, а в исполнении с рукояткой цвета дизерт. Это называется пустынного, да? Вот, ну, у меня вот это одна из простейших вариаций этого ножа от компании SirkyT. С черной рукоятью. Из ZITILA. И самой простой сталью, которая на этом ноже используется, это сталь AUS 6M. Значит, ну, давайте как бы немножко о его технических характеристиках. Нож большой, я специально положил батарею, чтобы было видно его размеры. Смотрите, какая вот у него огромная рукоять, так, в приложении с батареечкой, да? Будет хорошо видно. Значит, то характеристика. Вес этого ножа 175 грамм, общая длина 229 миллиметров. Ну, сейчас так попробуем приложить мою коротенькую линейку, ну, на то похоже. Да, около 23 сантиметров нож в длину. Длина рукояти 133 миллиметра. Толщина коренок клинка 3,5 миллиметра. Ну, вероятно, имеется и вот это самое толстое место. Ну, да, здесь что-то как раз примерно такое и есть. Значит, сталь, как я уже сказал, AUS 6 на этом ноже использована. Вот такая вот у него достаточно специфическая геометрия. В принципе, я немножко позволю себе отличиться от этого конкретного ножа. Я скажу такую крамольную достаточно вещь, что мне вообще в реальной жизни не очень понятна концепция складных тактических ножей. То есть, что это такое и что этим ножом предполагается делать, я до конца не понимаю. Потому что, ну, мне кажется, как дилетанту, возможно, да, что как бы у солдата для боевых условий должен быть некий все-таки фиксированный нож, да, который подразумевает работу им не только по каким-то предметам, но и по биоцелям, да. Ну, все-таки это военный человек, тут как бы понятно, зачем это нужно, да. Вот, а вот для чего при этом нужен обычно в качестве второго складной нож, который тоже предполагается, что им можно работать по биоцелям, но при этом, как правило, все это происходит в ущерб его качественному резу, да, там, весу небольшому какому-то близкому расположению на снаряжению. Потому что надо понимать, что все-таки большую часть времени солдат, он не воюет, а он перемещается, да. И как бы вот это ножи, которые нужны для каких-то коротких, там, быстрых работ, когда нужно просто достать нож, что-то отрезать, быстро положить его назад, как мне представляется. То есть, для этих целей обычно все-таки подходят более какие-то резучие ножи. Но вот, тем не менее, практика американских, по крайней мере, производителей показывает, что здесь вот целый раздел ножей, который называется именно тактическими фолдерами. Вот. Этот нож один из них. Ну, что я вам скажу по поводу впечатления от его ношения. Можно вот так посмотреть, да, давайте поподробнее на него поглядим. Такие вот боночки внутри, две штучки. То есть, в принципе, в этом месте нож ничем не соединен. Лайнер. Лайнер, нельзя сказать, что какой-то особенно толстый. Вот. Мне лично кажется, что надежность его при каких-то там, допустим, ударных нагрузках или вот поперек осиклинга, как нож, испытывают, будет не очень высокой. Есть здесь вот этот замечательный фирменный серкетичный замочек с названием LAX. То есть, он позволяет сделать то, что когда вы его закрываете, даже при попытках сдвинуть лайнер с места, у вас уже ничего не выйдет. Нож закрыть не получится вручную. То есть, если замок когда-то работает нормально, его можно открыть, а потом закрыть нож. Ну, то есть, это как бы такое дополнительное возможность зафиксировать нож в каком-то положении. Кстати, когда он вот здесь, вы пытаетесь его закрыть, когда нож закрыт, из-за этого ничего не получается. То есть, здесь такая вот вещь. Так, ну, по поводу эксплуатации ножа какие-то моменты хочу отметить. Ну, открывание здесь сделано вот таким вот образом, он реализован, плавником. Открывается нож нормально, особенно после смазывания его механизма. То есть, не смазывал я его уже, наверное, месяцев шесть. Здесь, по меньшей мере, нож прекрасно работает, никаких в этом отношений и нареканий нет. Вот, опять же, вот к вопросу шпенька на таких ножах, да, то есть, как бы, ну, некоторые, во-первых, привычки открывать за шпеньок, но здесь вот быстрое открывание с помощью шпенька реализовать очень трудно, в перчатках вообще не получится. То есть, ну, как бы, я не могу туда просунуть палец между шпеньком и накладкой рукояти так, чтобы толкнуть клинок за шпенек достаточно резко. Из этого, в общем-то, ничего не получается. Но, как бы, здесь это не является проблемой, допустим, как на некоторых, на других ножах, которые я показывал, потому что здесь открывание за плавник работает отлично. То есть, нож так легко очень флипуется, все это очень комфортно происходит. Должен сказать, что здесь вообще механизм открывания, он так, в общем, способствует хвату ножа комфортному. То есть, как-то так вот, все это очень хорошо, здесь все очень удобно сделано, удобно хвататься здесь, удобно форсировать хват. Здесь специально сделана выемка, примерно вот так же, как на, допустим, SirKiki Drifter, в том же самом, да, то есть, как бы, у них точно тоже удобная вот эта вот площадка для форсированного такого хвата. Здесь тоже это удобно. Здесь шпенек, кстати, играет свою действительно роль, то есть, при работе в перчатках, да и вот так вот голым пальцем, я, видите, можно посмотреть, у меня палец упирается дополнительно в шпенек, это удобно. Не так сильно наминают руку края клинка при какой-то тяжелой работе, тем более, что здесь, вот видите, такая площадочка есть, она действительно 3,5 мм в толщину, то есть, здесь, ну, как бы, работать так достаточно основательно можно. Какие-то достаточно тяжелые работы, вроде бы, как выполнять с этой точки зрения, по крайней мере. Выполнение уже тяжелых работ способствует, в общем-то, такая очень немаленькая рукоятка. Давайте попытаемся ее в широком месте померить. Ну, в общем, я так могу видеть, что она около полутора сантиметров, может, даже чуть больше в толщину. Вот, ну, то есть, что для складного ножа не характерно, то есть, в принципе, это способствует каким-то вот удержанию. Такому надежному ножа достаточно плотно он набивает руку. Ну, в смысле, набивает, что здесь вот вам хватает ее, здесь вот получается хват. Тоже очень такой сделан, несмотря на то, что вот я обычно люблю ножи, у которых геометрия рукояти такая несказовальная вниз, да. Здесь за счет того, что рукоять большая достаточно, в общем-то, ну, держать нож тоже удобно, хотя рукоять в целом прямая. Вот, нож. В общем, в отношении хвата к нему претензий никаких нет, он достаточно удобный. Был бы у меня ключик, я бы, наверное, попереставлял клипсу, она переставляется в четыре положения, вот здесь вот можно видеть, то есть, получается, у нее есть отверстие для болтов здесь, здесь как стоит клипса с завода, здесь еще одни и здесь. Поставить можно, как удобно, на свой вкус. Ну, в общем, и, пожалуй, получается, что о положительных качествах этого ножа я уже сказал все, что хотел, потому что теперь придется перейти к отрицательным, которых тоже, в общем, в моей эксплуатации набралось немало. Надо понимать, что нож, в общем-то, как EDC и не создавался. Поэтому, так как я эксплуатирую ножи в основном в таком качестве, да, могу сказать, что это нож все-таки в сумку. По-другому и не скажешь. По той причине, что, да, у него есть клипса, его можно положить в карман одежды, но если вы не носите какие-то такие, ну, так скажем, брюки в стиле милитари, засунуть вам будет его некуда. Нож, во-первых, тяжелый, прям действительно тяжелый. Во-вторых, за счет того, что у него такая толстенная рукоять, то есть в кармане джинсов, ну, ты его, когда ходишь, ощущаешь, а уж когда сидишь, его ощущаешь очень сильно. То есть, нож есть, честно говоря, эксплуатирую его в качестве EDC. Все время, когда я садился куда-нибудь за стол, у меня возникало такое непроизвольное желание вытащить его из кармана и положить рядом. Что, в общем-то, для EDC ножа, конечно, не очень это правильно, наверное. И, кроме того, ну, у ножа такой достаточно грозный вид. А у любого человека вот так вот его достанешь, возникает желание им пощелкать, помахать. То есть, нож такой, в общем, получается достаточно агрессивный. Вот. Второй минус этого ножа – это сталь, которая на нем использована. То есть, могу сказать так. Да, в принципе, с заводской заточкой та же самая AUS-6 неплохо режет, как, в общем-то, и любая нержавейка с заводской заточкой. Нож достаточно, как мне кажется, ну, достаточно, потому что нечем померить, сказать точно не могу. Он довольно тонко сведен, он, в общем-то, неплохо работает по продуктам. Вот эта вот геометрия, там, от первой, третьей обуха спуски, да, здесь вот такой вот неопределенный, как бы у нас получается, ну, дуга на клинке, да, которая позволяет тоже при прорезании продуктов, это удобно, в общем, она их дорезает. Здесь, в общем-то, неплохо он работает, но должен сказать, что этот нож тупится, как я вот недавно прочитал в какой-то статье об этом ноже, что тупится реально от взгляда. То есть, любая какая-нибудь работа, даже, в общем-то, если им порезать приличное количество мяса, вызывает, ну, скажем так, какое-то такое общее притупление режущей кромки, от которого, ну, достаточно потом становится неприятно. То есть, он тут же начинает, там, допустим, плохо прорезать помидоры, какие-то вот такие вещи делать. То есть, мне не случалось поработать по продуктам, то есть, нож действительно довольно быстро тупится. Но в плюсе мы имеем то, что, в общем-то, вот АУС-6, в отличие от АУС-8, она, в общем-то, также легко и правится. Поэтому здесь такой момент, что непонятно, опять же, с точки зрения задач, как этот нож должен работать. Не похоже, сталь довольно-таки мягкая, то есть, не похоже, что как бы он как-то выдержит какие-то серьезные ударные нагрузки, которые там, или, ну, такие ломообразные, да, когда нужно что-то поддевать, подковыривать. То есть, потому что клинок сделан из очень тонкой стали. С другой стороны, она даже не тонкая, она такая какая-то мнущаяся, что ли, как бы так получается. Вот мое, по крайней мере, от нее такое впечатление. Хотя, конечно, ну, вот на тестировании у меня такого ножа нет, поэтому я не могу так однозначно сказать, конечно, что то, что я говорю, это правда. Но это впечатление других пользователей некоторых, и плюс мои вот личные такие ощущения, да, хотя тесты на ней не проверены. Этот нож довольно при этом здорово точится на той же керамике. На любой керамической точилке его очень легко поправить после затупления, то есть, кромка у него так сразу как-то в моих задачах не загибалась нигде, поэтому перетачивать его так и не случилось. Я его чуть-чуть подправлял керамическим мусатом, и нож, в принципе, опять начинает отлично резать. Причем, в том числе и бумагу режет, но все это дело достаточно хорошо. Но вот такая его особенность, что режущую кромку он удерживает очень плохо. То есть, мне в этом смысле именно непонятно, опять же, вот тактический нож и подобное поведение, в чем вообще логика. То есть, я понимаю, что как бы его стремятся сделать максимально дешевым, чтобы было не жалко потерять, да, так будем говорить. Вот, допустим, сейчас я смотрю, сколько такой нож стоит на нашем рынке, вот, ну, получается, что продать его хотят за какие-то деньги около порядка, там, двух тысяч рублей. Да, примерно двух тысяч. Ну, в общем, как бы, скажем так, внутри Евросоюза, я вот сейчас вижу цену в 25 евро на этот нож. Ну, вот, надо как бы полагать, что как-то в России он стоит, наверное, ну, чуть дороже двух тысяч, наверное, так вот получается. То есть, нож, в принципе, относится к разряду недорогих тех ножей, которые, вот, я, в принципе, люблю и покупаю. Но, честно говоря, в EDC он не так хорош, как некоторые не столь грозно выглядящие ножи. Ну, при этом, как бы, это такая стандартная проблема, да, что за вот подобную агрессивную геометрию клинка, которая напоминает оружейные ножи такие, да, скажем так, приходится расплачиваться некоторые потери резучести. А здесь мы ей же еще и порасплачиваемся за то, что использована очень дешевая нержавейка, в общем-то, такая, которая, в принципе, не держит особенно хорошо режущую кромку. Вот, но, тем не менее, нож очень качественно исполнен в целом, да, то есть, как бы... Вот, при том, что он из дешевых материалов, у меня нет никаких претензий, то есть, можете, вот, посмотреть, как бы, в данном случае, так вот, полюбуемся с вами, да, очень качественно, аккуратно все обработано здесь, вот, краешки везде закраины, то есть, у меня, вот, допустим, неоднократно показаны мной киршо Стивен Синкл, вот здесь это все острое, здесь, наоборот, как бы, все это мягкое, аккуратное, удобное. Вот, то есть, честно говоря, я понимаю следующую вещь. Как мне кажется, этот нож, это такое определенное... Как бы правильно выразиться? В общем, это следствие маркетинга компании SirKT. Есть достаточно много людей, у которых, скажем так, начальная стадия нажимания, так скажем, да, которым не нужен нож, который бы они выбирали вот так вот с точки зрения его там режущих каких-то качеств, сравнивали бы его в тестах, да, с какими-то другими ножами у них имеющимися, или кто-то сравнивает что-то, они такое отсматривают. Им просто нужен нож, который бы, ну, скажем так, будил бы их воображение. Все-таки нож – это символ свободного человека в очень многих культурах, да, есть очень много мужчин, которые просто хотят складной нож, потому что они просто хотят складной нож. Они его носят как украшение на уровне, там, золотой цепочки, обручального кольца, дорогого портмоне или еще чего-то. И вот таким людям, как правило, хочется нож, который, с одной стороны, им можно будет что-то там порезать, да, то есть действительно, чтобы он у вас работал, а с другой стороны, таким людям очень часто хочется, чтобы этот нож был похож на оружие, чтобы вот было ощущение, что ты вооружен. Понятное дело, что они не собираются никогда в жизни применять его там по людям каким-то, ну, именно как оружием им пользоваться, да, но, тем не менее, как бы желание, чтобы нож был вот такой оружейный. И вот CRKT Hammond Cruiser – это как раз такой нож. Он недорог, то есть его достаточно легко можно купить на начальной стадии даже такой нажимания, да, то есть понятное дело, что сравнивать его с китайскими подделками даже на него сам совершенно невозможно. Видел замечательную статью, где как бы просто вот прям рядом сравнивалось, то есть качество изготовления у китайских копий совершенно не такое, как у CRKT. Стоят ножи, да, приблизительно вдвое дешевле, но вот здесь реально там, не знаю, те же самые 12 евро – это те деньги, которые стоит переплатить, чтобы получить оригинальный нож. Вот. Этот нож по всем признакам, он такой очень оружейный, он очень хваткий, у него очень такое лезвие похожее, где-то даже местами на кинжальное, да, можно так сказать. Ну, в своем роде, для людей, которые в этом не разбираются, это именно так. Вот. То есть им всегда кажется, что им можно ударить. Вот. При необходимости, что все-таки это именно оружие. Поэтому я думаю, что этот нож довольно неплохо продается. Более того, судя по тому, что пишет интернет, он неплохо продается среди именно американских солдат, которые все-таки, ну, скажем прямо, что это мальчишки, да, определенного возраста. Вот. Которые, как бы, обладая, в общем-то, возможностью пользоваться кучей огнестрельного оружия, прекрасно понимают, что ножом, как оружием, они, скорее всего, не будут пользоваться никогда, но им, тем не менее, хочется, чтобы и складной нож вызывал у них ощущение защищенности и вооруженности. И вот это как раз тот случай, когда нужно не там вдаваться в советы профессионалов, потому что, ей-богу, я понимаю, что есть намного лучшие ножи для самообороны и намного лучшие ножи для просто реза, там, выполнения бытовых задач. Но CRTT Cruiser обладает определенной вот такой харизмой своеобразной, которая, в общем-то, многих начинающих ножеманов может покорить. И при этом вы получите нож, ну, который даст вам достаточно неплохое представление о том, каково должно быть качество исполнения хорошего ножа. То есть вопрос именно не в стали, который здесь применяется, а в том, как этот нож сделан, потому что вот претензий по изготовлению этого ножа я лично найти не могу никаких. Так что тем, кто только начинает и кому этот нож нравится визуально, я его могу порекомендовать, потому что, поверьте, высоко вероятно, что даже у вас, если нет возможности перед покупкой подержать его в руках, то я еще ни одного человека, которому бы вот то, как этот нож держится, еще пока не видел. То есть он действительно такой достаточно универсальный, на любую мужскую руку, в общем-то, он хорошо ложится. Ну, а то, что вы получите немного нефункциональный нож с лихвой, компенсируется его такой внутренней харизмой. На этом я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. Спасибо за просмотр. До свидания. Продолжение следует...